Это классическая история, а люди премия стал Антиох Эпифан. Итак, будем продолжать с этим псалмом, который Давид написал. Когда он исследовал свое помазание, свое призвание, и когда он осознал, что Бог его по кусочку собрал вместе. И когда он понял, что Бог был еще с ним, когда тот был в утробе у матери. В 14 стих говорит, славлю тебя, потому что я дивно устроен. Вообще, буквально это говорится, я удивлен. И Бог сделал нас удивительными, чудесными. Поэтому никогда не принижайте и не унижайте самого себя. Потому что вот это дивное устройство, Бог так дивно вас устроил. Если вы принижаете то, что Он создал, то каким удивительным образом Он вас сотворил. Это нехорошо. Дивные дела твои, и душа моя вполне сознает это. Другими словами, Давид говорит, я понимаю, почему я здесь нахожусь. Я здесь, потому что так Бог захотел. Мы иногда смотрим на наши обстоятельства и спрашиваем себя, что я здесь делаю. Но когда вы смотрите на этот стих Писания, вы понимаете, что вы, где бы вы ни были, вы находитесь, потому что Бог так захотел. Мы не просто естественным образом находимся здесь. Мы здесь, потому что мы были в разуме у Бога здесь. Он предизбрал, предопределил нас быть здесь. И как Вы это, как Он собирает вас по кусочку вместе? Даже если мы были созданы в секрете, в утробе матери, когда никто-никто не видит и не понимает, то от Него мы все равно не спрятались там. И Давид говорил, что твои глаза видели очи твои. Мой зародыш видели очи твои. И написано, что ты видел меня даже до того, как я стал существовать. И он, вот у нас написано это в 17 стихе, как возвышены помышления твои, Божии, как велико число их, число мыслей Бога о нас. И римлянам 8 глава 28-29, то, что мы читали. Что наше предназначение быть такими, как Иисус. И мы должны выглядеть как сын, потому что мы также сыновья Его и дочери. Неважно, дочери мы или сыновья, мы названы сынами Его. И мы должны понимать очень ясно, что человек, первый Адам, он все это завалил. Все перепуталось. Это как будто вы взяли маленького ребенка, дали ему лист бумаги и говорите, я хочу, чтобы ты нарисовал что-то внутри этого листика. Вы даете листик, даете карандашики, а ребенок делает каляки-маляки далеко за листиком. И он разрисовал все вокруг. То есть Адам все смешал. И все нарушилось. Оно все еще выглядело так, как будто создано было, как будто он сын. Хотя, несмотря на все, он все перемешал и перепутал. Когда мы только поженились, мы с супругой жили недалеко от озера. И мы приглашали к ним жить людей с улицы. И к нам присоединилась еще одна семья. И у них была девочка, Адель звали. Ей четыре годика была. Мамы были снаружи, что-то делали, работали, а девочку оставили в доме. И она нашла карандашики, окрайоны. А вход, он такой узенький был в дом. И она прошлась по всему коридору и прорисовала стены в одной стороне и по другой стороне. Один час мамы не смотрели за девочкой. Насколько она смогла достать, настолько стены были разрисованы. А вот попробуй вот так вот пустить поводья и на самотек пустить. И они хотели избить ребенка, и Рэнди не разрешил. Я сказал, будете бить ребенка, я вас побью. Я сказал, а вы оставили ребенка на час. Это ваша ошибка. Это не ошибка ребенка. Но Бог вот так оставил Адама. И Адам нашкодил. Все перепутал, перемешал. И у Бога было право. И он должен был наказать его. И пришел Иисус потом. И он все восстановил, то, что было перепутано. Это то, что должен настоящий сын был сделать. Сделать это правильно, совершенным. Всю его здесь жизнь на земле, через его поход на крест. Когда он был на кресте, он сказал, совершилось. Совершенный человек. Совершил свою работу. И это был Иисус. Он единственный. Единственный оригинальный. И отец сказал, я предопределил тебя быть таковым. И невозможно для нас быть такими, как Он. Это невозможно. Но Христос внутри вас, Христос говорит, я уже это совершил, и теперь, живя в тебе, я буду это совершать. Настолько, насколько ты позволишь мне работать в тебе. быть самим собой внутри тебя. Насколько вы позволяете Христу проявляться через вас. Сколько его там. Столько, сколько вы захотите будет. Столько, чтобы вы наполнились и были в полноте Христа. Аллилуйя. Аминь. И это было, что мы работаем с ним. Он сказал, я пришел жить, двигаться и совершать свою волю внутри вас. И Иисус ушел на небо. И Папа там ему сказал, все, садись, отдыхай. Пока я буду подчинять врагов под ноги твоими. Каждый раз, когда вы позволяете Христу быть Христом внутри вас, враги побеждаются. И это настоящее ходатайство. Это настоящее высвобождение того, что он совершил. Дух Святой оставил небеса с семечком Христа. И когда вас посещает Дух Святой, Дух Святой кладет это семя в ваше сердце. И мы называем это рождением свыше, и быть новым творением во Христе. Но он помещает семя вот этого совершенного человека внутри нас. Когда оно вырастает в свою полноту, люди могут видеть Христа внутри вас. И чтобы это произошло, смерть должна наша случиться. Смерть нашей плоти. И Павел, помните, написал, я умираю каждый день. И не я более, но Христос, который живет во мне. Это Он возрастает во мне. И Павел говорит, и мое желание, чтобы Христос увеличился или возрастал в каждом из вас. И вот у нас Давид, который был призван быть царем Израиля. Все, что Господь от нас хочет, все, что Он хочет, чтобы ты сделал для Него, Он уже поместил это внутри вас. Это не то, что вы куда-то приходите, берете что-то, и это становится вашим, или вы это делаете. Это уже помещено в вас, Христос, внутри вас, надежда славы. Он живет внутри вас. И я хочу, чтобы Он возрастал, чтобы Он мог делать то, что Он хочет через меня. Это имеет смысл для вас? Надеюсь, скажите аминь. Мы должны быть готовы к захвату территорий. Мы должны быть теми, кто захватит землю. И настоящее ходатайство заключается в том, что вы захватываете территории и выгоняете оттуда врагов. И Давид так жил свою жизнь. Он видел город. Ага, там идолопоклонство было. И он задавал вопрос Богу, ну что, захватывай мне этот город? Дашь ли ты мне этот город? И Бог говорил, да, даю, иди в этот город. И это то, что вы проживаете здесь, как интерсессор, для этого города. Бог, вы дадите нам этот город? И когда вы, как ходатай, молитесь за этот город, вы должны задавать вопрос, Господь, даешь ли ты нам этот город? Иди ли нам брать его? Поймите, он это не только дает отдельным личностям. Должна быть армия. Аминь. И Давид, он взрастил сильную армию. Сотни тысяч воинов. Он вдохновлял ходить с ним, сражаться за него и с ним. И это были великие воины, которые когда-либо жили. Мы, когда читаем Писание, можем найти, были великие воины Давида, да, великие армии. Когда один мог побеждать сотню и девять сотен, он действительно взращивал воинов. Это вот то, что должна делать община. Когда вы идете на какую-то территорию и задаете Богу вопрос, Господь, ты даешь нам эту землю? И когда вы слышите ответ, Бог тогда отвечал, да, иди в этот город. Потому что Бог, Он даст тех, которые будут стоять рядом с вами, сражаться. Которые будут подняты как армия, как воины, чтобы захватывать землю. И это то, что мы высвобождаем через ходатайство. Аллилуйя. Мы призваны для служения. И Давид не сразу получил свое царство, потому что его надо было взрастить, Давида. Он был сначала призван, он был отделен, он был даже очень-очень помазан, но в 17 лет он не начал царствовать. Через очень-очень много лет только спустя. Но он почувствовал эту реку Божью, он почувствовал это помазание, он испытывал это на себе, помазание Божье. И ему необходимо было научиться определенным урокам до того, как он воссел и начал царствовать. И в классе это легко. Мы получили информацию, выучили, поняли, а потом идем и пускаем это в практику, начинаем практиковать. И высвобождаем. Аллелуйя. Поэтому вам необходимо тут тренироваться хорошо. Дома. Потому что это то место, это наш дом, где даже если мы допустим ошибку, люди будут продолжать любить нас. Но если вы ошибетесь, когда вы выйдете туда, в мир наружу, то вас могут и поколотить, и побить. Но если вы не ошибетесь, hey, people can love you, people say, hey, let's go again. Но здесь вообще никогда вы допускаете ошибку при тренировках. Люди могут простить и сказать, ничего страшного, идем дальше. Давай еще раз попробуем. И это очень-очень важно. И Давид, прежде чем сел на царство, выучил много уроков. Он выучил урок о духовной власти, кто есть духовная власть. И вы должны знать это. Когда вы уходите здесь, и вы тоже должны в этом разбираться, если вы живете здесь, и вы чувствуете, что Бог вас куда-то посылает, вы должны знать, против какой власти вы будете действовать. Иногда люди приходят ко мне и спрашивают, hey, I've been sent to your church. Меня послали в твою церковь. Я спрашиваю, а под чей ты властью находишься? Кто же тебя послал? Бог меня послал. Бог? So, you are a rebel. You are a rebel. I'm sorry. Oh. You are a renegade. You are a outcast. Вы, короче, вы вне закона. You are rebel. Rebel. You are a rebel. R. R-E-B-E-L. Rebel. I don't have him. Но это... No. A rebel. You are... You are one with no authority. Вы тот, у кого нет никакой власти. Да, вы мятежник, повстанец, бунтарь. Yeah. They say, oh, I'm just from God. Когда вы заявляете, oh, меня просто Бог послал. The wind just blew you in. Ветер вас вдул внутрь. I don't think so. Not here. Not here. Я не верю в такое. Только не со мной, только не здесь. You only have authority because you've been sent. Вы можете иметь власть, только если вас кто-то высвободил, послал. Иисус пришел на землю как человек. Okay? Он пришел как человек, Иисус Христос. Он не пришел сюда как Бог. Даже несмотря на то, что он оставался Богом, он функционировал здесь как стопроцентный человек. И когда ему задавали вопрос, и кто ж тебя послал, он сказал, мой отец послал. Потому что он высвободил его, послал его. You remember the centurion, he said to Jesus, I am a man under authority, just like you. Помните, центурион, когда просил обесцеление своего раба, говорил, я такой же подвластный человек, как и ты. He's under authority. Everybody has to be under authority. Все должны находиться под властью, чтобы иметь власть. And everyone needs to be sent. You don't just need to go. Вам не просто надо, собрался и уехал, потому что получил откровение. Вам надо быть высвобожденным. вам надо быть под властью, для того, чтобы вы могли оперировать властью. Это тот, таким образом он все устроил. Просто представьте, если бы каждый заявлял, а я с Господом, под Господом хожу. И ни у кого бы не было этой власти. Только у Бога эта власть на самом деле, и был бы хаос. Но Бог сделал определенный свой порядок. And He gives men authority. He gives them gifts, talents. And then we're under these. И мы действуем под этой властью. И Он также дал благословение и покров. Аллилуйя. Amen? Now I'm here under authority. Под властью. Под властью. Меня послали. Но я здесь под властью вашей местной института и общины. Чтобы служить вам. И это было проверено властью пастыря, могу ли я приехать. Это то, каким образом Бог соединяет все вместе. Но если вы хотите иметь власть, изгонять бесов, двигать и восставать против тьмы века сего, освобождать людей. Я как-то рассказывал, что мы были в Индии шесть лет. Абсолютно каждый день ко мне в номер стучали. Открываю дверь. Чего вы хотите? У нас вот человек, он одержим. Помолишься? И ты выходишь, молишься, изгоняешь бесов. И заходишь внутрь. Выглядит легко. Но я был под властью. Я был послан туда. Я был на миссии. Я хранил себя, чтобы я находился под властью. Это очень безопасное место, когда вы под властью. Но я видел многих людей, которых побивали просто, потому что они действовали не под властью. Потому что дьявол знает, имеешь ли ты это или не имеешь. Имеешь ли власть или нет. И когда дьявол видит и бесит, что власти у вас нет, он может сказать, Павла знаю, пастырь Рэнди знаю, тебя не знаю. И тогда может побить вас. Потому что у него даже право на это есть. Когда вы под властью находитесь, в правильном положении, у него нет никаких прав. Когда он наезжает на вас, а у вас вы находитесь в правильном положении, под властью, вы можете сказать, так, стоп, 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 стоп. И остановить его. Он знаки поставит. У него есть знамения для врагов. И он понимает, на вас есть знак, и когда он приближается к вашему дому, он осознает, что у него будут проблемы. И он не всегда будет даже рваться, посетить ваш дом, потому что будет знать, что если он туда прорвется, он получит. И ждут его проблемы. Потому что есть знак над вашей дверью, над вашим домом, что ваш дом под властью Бога. И он покрыт кровью Христа и помазанием. И также у вас есть власть смять его просто в лепешку. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Можно часами говорить про то, какова жизнь Давида была. и к чему он выучился. И в конце он даже пережил пробуждение. Он пережил духовную власть, принадлежность, как любить, выучился урок. Как вырастить свой характер, смелости. Он выучился, как проигрывать, стыд. После того, как он выучил все эти вещи, он пошел в Иерусалим. И в Иерусалиме он, помните, ковчег завета завета внес. Давид также выучился, что такое слава. И с заветом, с ковчегом, Бог хотел именно, чтобы Давид перенес, потому что он был уверен, что Давид это сделает и донесет его туда, где он должен быть. и он знает, что внутри вас, потому что все, что есть внутри вас, он поместил это туда. И если мы будем прислушиваться к нему, если мы будем идти туда, куда он нас посылает, он понимает, что мы его в себе несем в это место. Нигде Иисус не может прийти никуда, кроме как в нас. Он сидит там у Отца. Но Его тело, Его часть, она внутри вас. И поэтому Он собирает и все свое тело вместе. И когда вы идете в какое-либо место, где Он говорит, «Куда Он вас присылает, то и пробуждение туда придет». Не из-за вас, не из-за того, что вы такие расчудесные, но из-за того, что мы в Нем, Он в нас, и Он это делает вот таким замечательным. Помните, где описывается про ноги Благовестника как чудесные, но как чудесные Его ноги, которые в нас приходят в те места. Вы споставляете свои ноги туда, где Он хочет вас видеть, туда, куда вы Его доставить должны. Он правит с небес. И Его правление просто приходит с небес. И вы должны ставить свои ноги и идти туда, куда Он вас призывает. Поэтому так важно хранить свое сердце в ясности и в правильных отношениях с Ним, чтобы вы слышали, где вас Он хочет видеть. ни в каком месте, нет более безопасного места, кроме как находиться в воле Божьей, быть в воле Божьей, быть там, где Он вас видит. Идти туда, куда Он хочет, чтобы вы шли. Я был в Норкопритоне. Я вот на одной неделе спасся, получил крещение Духом Святым на следующей неделе и на третьей неделе уже был отделен. И я все еще продолжал находиться и жить в Норкопритоне. И Бог сказал, что я еще год там буду. Там, где ты будешь служить. В том месте, где вот все это варится и все эти наркотики. И вот Он меня поместил туда, посреди всего этого Норкопритона. Всех этих людей. А люди продолжали пророчествовать надо мной. Ты будешь ехать туда, говорить то, делать то. Люди со всех сторон приходили и пророчествовали надо мной. Бог пошлет тебя по всему миру. И думаю, как бы выбраться отсюда. И это было очень сильно. А я все еще сижу в этом Норкопритоне и верю Богу. И я все еще пытаюсь попасть во все те места, куда Он меня хочет послать. Аминь. Аминь. Когда я помню то время, когда я впервые зашел в библейскую школу. Я был очень уставшим. Очень уставшим. Но Бог вот просто начал править в том месте. Присутствие Божье пришло так сильно. Я даже не особо хотела молиться. И спрашивает, о чем молитесь? О чем молитесь? Я друга спросил. И друг говорит, да не, я думаю, ты должен помолиться. И я говорил, Господь, я так уже устал, даже молиться не хочу. И я говорю, ну ладно, Господь, благослови это место. И просто вот его дождь пришел. И вот дождь пришел в эту комнату. Присутствие Божье. Им начали просто славить, поклоняться. Ты можешь уйти, и кто-то останется. Но Он приходит. И если вы ставите свою ногу там, где вас Бог хочет видеть, то Он приходит, Он начинает править и сливается Его дождь и присутствие. Аминь. Я был по дороге в Бразилии в машине. Мы должны были ехать на футбол, на футбольное поле. Я особо не доверял этому водителю, с которым ехал. И я так наблюдал так своим зорким взглядом за ним. И я первый раз был в Бразилии, и мы едем через чуть ли не всю страну. Этот человек говорит, короче, пару месяцев назад я вот тут вот по дороге, прям у нас по пути, был в горах там у пастыря одного, в церкви одной. Я вот чувствую, что мы должны позвонить и поехать к нему. Он видел этого пастыря однажды в своей жизни. И тут он сидел в телефоне, рылся, чтобы найти телефон его. И этот пастырь отвечает ему по телефону, берет трубку и говорит, у тебя в машине что, американец сидит? Он говорит, да. И пастырь говорит, мои молитвенники молились сегодня утром и видели видение, что у тебя в машине американец сидит. привози. Привози. Привози его к нам в церковь. И вот тут я приезжаю в церковь, где я вообще никого не знаю, языка не знаю, ничего не знаю. И мне говорят, проповедуй. Несколько сотен людей. И когда я вышел вперед, и я почувствовал просто вот это излияние воды реки Божьей. И я другу сказал, ого, что-то произойдет. Что-то произойдет. И я проповедовал, закончил проповедь. Люди получали исцеление. И пастырь сказал, помолишься за мою маму? И я посмотрел на эту пожилую женщину и сказал, я вижу на тебе помазание орла. Подними свои руки. И эта женщина начала красиво просто поклоняться Богу, используя руки. Мне хотелось упасть, потому что было присутствие так сильно. А церковь вся, такое ощущение, как будто сошла с ума после того, как они увидели это. Люди начали прыгать, бегать вокруг. Просто непонятное начало происходить. И они не могли поднять. И они говорят, она вообще уже много лет не могла руки поднять. Это не вопрос, что мы знаем. Это вопрос, что он знает, когда он вас помещает в какое-то место. Он тогда говорит то, что он хочет им о них же и сказать. для этого вам не надо быть пророком или пророчицей. Вам не надо иметь все дары, потому что тот, у кого есть все и все дары, живет в вас. Самый лучший, больший пророк. Видели ли вы этого пророка? Я живу с ним. Вы не можете сказать, что вы видели какого-то служителя, учителя пророка лучше, чем тот, с кем я живу. Когда к вам приходят и говорят, слушай, ты слышал этого пророка? Как он говорит, что лучше, чем тот, который внутри меня живет? Тот же, который живет внутри меня, говорит через другого. И это Христос, это не мы, это все Он. Аминь. Аллилуйя. И мы должны просто вцепиться в это, понять это, осознать это. Чем более безопасны ваши взаимоотношения, когда вы знаете, кто вы, когда вы захотите по-настоящему познать Его. И ходатайство. Ходатайство. Такие молитвы очень-очень нужны. Необходимо ли нам молиться? Почему? Почему? Вопрос. Почему я должен молиться? Если Иисус внутри меня, если Он проистекает через меня, о чем мне тогда молиться? Надеюсь, мы получим ответ к концу курса. Много раз Он делает какие-то вещи через меня, и я о них даже не молюсь. Один раз я попал только в проблему, когда я был в общине и не помолился. Старейшины позвали меня и спросили, а ты вообще молился? И я сказал, нет, не молился. И они сказали, это большая проблема. Я говорю, ну, Бог сказал мне. Мой наставник, он приехал в ту область, где мы были. я пришел к нему в дом. И инструменты, которые для дома, разные вещи, они были в саду у него. Я еще не был женат, Бог благословил меня хорошей работы, я все еще жил в этом наркопритоне, и я знал инженерию немножко, как что строить. И я купил дерево определенное, приехал и чего-то там построил. И я занес все эти вещи в здание, которые я построил за один день сам. И пастор говорит, вот этот парень с притона пошел, купил, построил, ну, видно, это какая-то была для инструментов такой домик. А старейшины говорят мне, ты молился? Я говорю, а-а-а. И они говорят, проблема. И я сказал, я говорю, если вы видите, что человек наг, вы покрываете его? Иисус не сказал, увидите голого человека, помолитесь, прежде чем накрыть его. Он сказал, накройте его. Если вы видите человека голодным, накормите, а не молитесь о том, кормить вам его или нет. То есть есть вещи, которые нам надо просто делать. И Бог будет делать через вас. Аминь. И все ли надо пропускать через молитву? Да. Но я верю так же вот во что. Что в течение того дня, когда я строил вот этот домик для инструментов, я делал это духом молитвы. Я заботился. И Иисус заботился, помогал этому человеку через меня. Он дал ему обеспечение, он дал мне силу обеспечения, он показал, как это делать. В конце дня это было готово. Но это не была религиозная молитва. это было хождение в духе, хождение в молитве, это была молитва в действии. И это огромная разница. И она зависит от ваших взаимоотношений с Отцом Небесным. Ходил в церковь, молился ли ты? Нет, простите, нет, нет. Но я провел время с Богом. Я хожу с Ним. Помните про Адама, когда он только был создан? Он ходил с Господом в саду. И второй Адам, Иисус, он ходит с Господом. День за днем, каждый день он проводит с Отцом. И Отец в нем, и Он в Отце. Это жизнь. Это стиль жизни. И ходатайство, это стиль жизни, это проживание свою жизнь с Ним. Я не накладываю и не прикладываю его, как, знаете, как листик подорожника, да? О, вот сюда надо, вот тут есть нужда в Боге, вот тут, вот тут. Мы так не делаем, это стиль жизни, когда мы живем с Ним. И чем больше мы делаем себя доступными для Бога, тем лучше это все становится. И тем больше вы будете видеть Иисуса. Хотите видеть Иисуса? Будьте доступны для Него. Открыты для Него, доступны. Аллилуйя. И Он призывает вас. И Он теребит ваше сердце. Аллилуйя. Аんтон. Аминь. Открыт. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok